Всем привет из нашей теплицы, вернее парника, который уже мы раскрыли. Здесь у нас на сегодняшний день остались маточные растения морозостойкого инжира, которые мы здесь у себя испытываем и культивируем. Зимует у нас убираем и ведра в подвал для температуры до минус 5 опускается, пока еще не подносил. И у нас здесь еще есть саженцы морозостойкого, относительно морозостойкого граната. Также он у нас зимует в подвале при температуре минус 5. Это все маточные растения, в этом году он не цвел. На следующий год, я думаю, в Заюзе уже будут. Какое-то количество саженцев мы зачеренкуем в контейнеры для каталога. Осень 24, весна 25 года. И здесь еще гибискус, как правильно там называется. Разновидность формы и сорт, я вам не скажу. Надо узнать у директора. Но гибискус, возможно, тоже у нас в каталоге скоро появится. По поводу гранатов и инжиров. Это не какая-то новая культура для нашей средней полосы России. Многие садоводы их уже возделывают, особенно у которых есть теплички, хотя бы полуотапливаемые. Но в нашем случае у нас зимнего сада нету, зимней оранжереи. Мы их выращиваем в культуре, то есть не вечно зеленых. У нас в них естественный листопад. Весной выносим, осенью на зимовку заносим. Инжир этот мы привезли из Волгограда. Там у того, кого мы брали фермера, он зимует в огороде. Там явно больше минус 5 в городе зима бывает. Здесь, конечно, у нас минус 40 у них переживет. Вот периодически убирая на зиму, можно выращивать у нас в Нижегородской области и центральной полосе России и инжир. Небольшую часть гранатов и инжира мы зачеренковали. Уже виден промежуточный результат черенкования. Черенки некоторые уже дают приросты. Какая-то часть погибла, но процент незначительный. Остальные части черенки уже все уже своими корешочками. И инжир тоже хорошо себя чувствует. Выпада практически нет. Вот такие саженцы мы будем готовы вам отправлять этой осенью и следующей весной. Естественно, весной он будет без листьев, потому что это листопадное растение, так же как и гранат. Не надо нам писать, где мои листья, когда вы получите растение примерно 1 марта. Так что кто хочет иметь у себя в саду либо дома инжиры и гранаты с условием, что вы их будете спасать от зимы. Если конечно не в Краснодарском крае живете, то на сайт школьный сад.рф заходите и делайте заказ.